Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сейчас мы с вами собрались на окружу стола, в ходе которого будем обсуждать глободневную тему, по каким правилам, каким принципам мы будем выбирать депутатов органов местного самоуправления в 2015 году, по горячим следам. Восконодательное собрание было уже в первом и втором чтении, соответствующие изменения в региональный закон местного самоуправления, в соответствии с которым система у нас по всем муниципалитетам будет так называемая «двуглавая». И, естественно, сейчас ставит вопрос о том, по каким правилам, каким позициям будет действовать Держинск. Мы знаем, что до сих пор у нас есть смешанная система, она и пропорциональная, и мажоритарная одновременно, то есть 24 депутата мы избираем по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Эта система была уже достаточно устоявшись, действовала в течение длительного времени. Многие, наверное, к ней привыкли, и по большому счету, естественно, изменения, которые могут так или иначе произойти, будут связаны с введением, возможно, многомандатных округов, или мы остановимся на одномандатных округах, но в любом случае значение выборов депутатов городской думы в городе Держинске многократно повышается. Ясно совершенно, что за мандаты депутата будет вестись ожесточенная конкурентная борьба, и здесь на первый план, может быть, даже не выйдут не столько партийные интересы, сколько интересы корпоративные, сколько интересы определенного групп влияния. Ну и вот давайте попробуем пообсуждать и сделать некие прогнозы по поводу того, как будет разворачиваться событие, ситуация в городе Держинске с перспективой на выборы депутатов городской думы в 2015 году. Среди нас есть действующие депутаты, среди нас есть действующая глава МСУ Долинского сельсовета, Владимир Васильевич, также начальник права управления Городской думы Инаслин Николаев Владимирович. Ну и как или иначе, я думаю, что коллективным образом, используя наши знания, наш опыт, мы постараемся выработать некое решение, которому есть мысль прийти, после того, как потребуется вносить изменения устав города Держинск, А то, что эти изменения неизбежны, я думаю, понимают все. Итак, я предлагаю сейчас выступить Олегу Александровичу Чеснокову, который уже заранее имеет, наверняка, что сказать, более, что за неделю, по-моему, да, даже или больше, Олег Александрович, вы опубликовали в сети интернет свое выступление, вывесил свое выступление и делал несколько интересных продолжений по поводу того, как будет возможно формироваться наши системы избирательные. Поэтому хотим подоставить вам слово, давайте пообсуждаем. Добрый день, все. Ну, во-первых, я хочу сказать, что изменения в основательстве субъекта Российской Федерации Жигарусь в новости я, как депутат, узнал очень поздно. Он был опубликован совсем недавно, и поэтому не было возможности для этого порассуждать на эту тему. Но что какая-то реформа будет, мы предполагали. Хотя Федеральная законодательство представляет несколько способов выбора депутатов муниципальных образований и глав муниципальных образований, но субъект Нижегородской области, правительство Нижегородской области сегодня в законодательстве собрания приняло решение, по которому однозначно будут выбираться депутаты только по одномандатным округам, и глава муниципального самоправления будет выбираться с числа депутатов. В этой ситуации у нас совсем мало остается времени для того, чтобы вмешаться в этот закон. Проведя переговоры с некоторыми депутатами областного законодательства собрания, я понимаю, что у нас время есть только до ноября. Для этого я внес в свое предложение, а вообще через сеть интернет хочу сейчас об этом тоже поговорить, и вообще хочу запустить такой процесс, который, надо сказать, надо было запустить гораздо раньше у общества, пообсуждать, как же люди хотят избирать депутатов Городской думы, как люди хотят избирать главу города, и что для этого нужно сделать. Мое предложение исходит из того, что все-таки закон принят, и мы, как закон послушные граждане, должны ему подчиниться. Реальный закон определяет всего лишь систему выборов, предлагает субъекту федерации выбрать систему выборов, либо мажоритарные, либо пропорциональные, либо смешанные. И, как мне казалось, субъект Нижегородской области, правительство Нижегородской области на это собрание должны были, если и принимая закон в том виде, в каком они приняли, прописать в законе выборы по мажоритарной системе, которая, в свою очередь, предполагает на местном уровне определить, выборы будут проходить по одномандатным округам или многомандатным. Но законодательственные собрания правительства Нижегородской области пошли еще дальше и ограничили выборы в Нижегородскую область исключительно по одномандатным округам. Хочу напомнить, что система многомандатных округов существует, существует давно и в России, и во многих городах, и в основном, распространено в сельских советах. Буквально в сентябре этого года в поселке Ильино прошли выборы по многомандатным округам. Я предлагаю рассмотреть, как вариант многомандатных округов в городе Дзержинске, я предлагаю объединить по два округа в один, тем самым получить на территории Дзержинска 12 трех мандатных округов. В первую очередь это увеличивает, уменьшает количество разделенных территорий на городе Дзержинске, сохраняет количество депутатов, 36, которые у нас на сегодняшний день есть, и позволяет на одном вот таком увеличенном округе выбрать трех депутатов. Я сейчас для обсуждения просто выписал от себя, назову те преимущества, которые, как мне кажется, приносят именно вот такой способ выборов депутатов. Значит, какие преимущества, вот я, на мой взгляд, есть в этом плане. Ну, а есть и экономические преимущества, которые, например, на сегодняшний день очень важны. У нас и в мире, и в стране кризис идет, и бюджет следующего года, того же, нашего же Дзержинска, тоже способствует тому, чтобы какие-то сокращения есть. Значит, первое, это уменьшение количества окружных избирательных комиссий. Сегодняшний день 24 окружных избирательных комиссий. При сокращении их будет 12, то есть в два раза. Это ведет к сокращению финансирования. Сокращается количество бюллетеней. Вот сегодня, в 2010 году, на мой округ, в котором я избирался, для меня печатался один бюллетень. На соседний округ печатался другой бюллетень для другого кандидата. И третий бюллетень печатался для депутатов, которые избирались по спискам, по пропорциональной системе. При переходе на многомандатные округа, такой бюллетень, он один, объединяет всех претендентов. То есть сокращение, опять же, идет. Значит, и третье, сокращение расходов, сокращение расходов времени и усилий при формировании новых округов. Сегодня, я знаю, что в органах власти города Биржинска обсуждается, и на первом месте стоит вопрос формирования округов от 25 до 45. Это приведет к перераспределению границ. При перенарезке здесь нужно пересчитывать количество избирателей, чтобы примерно одинаково было на их округах. Вот, когда мы объединяем два округа в один, мы уменьшаем тем самым усилия по формированию этих округов. Достаточно просто объединить в существующих границах два округа и переписать несколько документов. Мы получаем 12 новых округов. Есть политические преимущества такого принципа выборов. Значит, первое преимущество, которое хотелось бы сказать, это возможность идти к команды единомышленников, в том числе и политических единомышленников. На сегодняшний день закон, который принят в Нижегородской области, он фактически убивает всю политическую жизнь на уровне муниципалитетов. Сегодня нет смысла политическим партиям заявлять какие-то свои лозунги, касающиеся не конкретного человека и конкретного дома, а общечеловеческих, общефедеральных. Вот принцип формирования на командатных округов дает такую альтернативу идти командой с общей программой. И хочу заметить, что не только политически могут идти группы, и как правильно Александр Ильич сказал, и группы по интересам могут идти. Значит, второе, это повышение конкуренции на отдельной взятой территории, что однозначно приведет к увеличению эффективности работы депутатов. И здесь мое предложение критики восприняли именно в этом. Сказали, я слышал такую фразу, что «Ну хорошо, когда выберутся единомышленники с одной программой, с одним видением развития округа, это здорово, вы вместе будете работать над другим». Но если выберутся антагонисты, если выберутся люди, которые по-разному смотрят на уклад жизни в городе и на развитие отдельного региона, я говорю, что это замечательно, это же прекрасно. При таком подходе, когда на одном округе выберутся люди с разными позициями, возрастает вероятность решения общегородских проблем на конкретно взятой территории. О чем я хочу сказать? Вот на самом деле не существует проблем одного округа. Есть проблема отдельного человека, есть проблема отдельного дома, есть проблема отдельного двора, а вот проблем округа не существует. Если проблема касается, ну скажем, группы домов, там 50 домов, это уже проблема общегородская, это не проблема одного депутата, это проблема всей власти в целом. И я приведу пример. Я в течение четырех лет продвигаю программу реконструкции общежитий, вернее, домов, квартирных домов, сменивших статус общежитий. Почему я ссадился этой проблемой очень реально? Потому что у меня на округе достаточно большое количество этих общежитий, их 6 штук, но по всему городу их 26. Так вот, в течение четырех лет депутатский корпус и администрация города категорически против создания программы реконструкции этих прижитий. И мотивация, которую я слышу, она следующая. Ну, это личный проект Чеснокова, это личный проект конкретного депутата на конкретном округе, он только лишь на этом пьявится. Сегодня вся власть и депутатский корпус, в том числе и администрация, поняли, что эта проблема просто горящая, ее нужно решать. А эта проблема общежития, она общегородская. И если бы эта проблема касалась многомандатного округа, и со мной на этом многомандатном округе был бы выбран какой-то мой антагонист, который сегодня критикует меня и говорит, что эту программу создавать не нужно, он был бы вынужден меня поддерживать в этом. Более того, он бы, так как к нему жители бы обращались с этих общежитий, он был бы вынужден был и продвигать идею реконструкции этих общежитий, там соревнуюсь в том числе, может быть, и со мной, кто больше, кто быстрее ее реализует. А людям-то от этого только лучше, им-то все равно, какой депутат реализует программу реконструкции их убитых жилых домов. Это же классно. И, значит, следующее преимущество, которое для меня, например, очень важно, я рассматриваю идею создания многомандатных округов как первый этап последующей реформы муниципального самоуправления в городе. Я сам всю жизнь жил в старой части города и части за улицей Гайдара, которую начинают все время, мы все знаем, микрорайоны. Мы их называли, их строили микрорайонами, вот развити микрорайонами. Вот, как мне кажется, есть очень хороший пример разделения города на микрорайоны в Арзамасе и создания комитетов управления микрорайонами. Мы этот опыт вот с Сергеем Викторовичем ездили и изучали в городе Арзамасе, и он нам очень понравился. И я идею создания комитетов управления микрорайонами в городе Дзержинске предлагал неоднократно своим коллегам, но поддержки не получил. А мне кажется, это очень интересная тема. И как раз разделение города на 12 многомандатных округов может в дальнейшем привести к созданию 12 микрорайонов в городе. Что такое комитет управления микрорайоном? Это такие образования, в которые входят и депутаты от этой территории, и общественные деятели, и социальные работники, и участковые, и председатели КСЖ, и директора управляющих компаний, директора школ, директора садиков. Те люди, которые непосредственно работают на этой территории, и знают, что конкретно на этой территории нужно. Эти комитеты выбирают правление этих комитетов и председатели микрорайонов в городе. В таком случае могло появиться 12 председателей комитетов управления микрорайонов. И туда же ТОСы, вот это часть этого, этой всей программы. Вот, например, в Арзамасе, я не устаю об этом говорить, все совещания главы города начинаются с того, что председатели комитетов управления микрорайонов докладывают о том, что сделано за прошедшую неделю у них в районе. Какие у них проблемы и как их нужно решить. А заканчивается совещание тем, что глава города каждый понедельник всем своим подчиненным и соответствующим структурам на основании вот тех пожеланий, которые высказывает председатель управления микрорайонов, раздает поручение выполнить. А уже через неделю на следующем совещании спрашивает, как они выполнены. Вот такая вот декоративность принятия решения от простого гражданина, живущего в доме, который председатель своего микрорайона знает в лицо, и мы ходили с ним по микрорайону, его просто знают, с ним здоровают, с ним разговаривают, обсуждают какие-то проблемы насущные на месте. Вот такая оперативность принятия решения позволяет, например, в Арзамасе прекрасно людям жить в черте своего небольшого микрорайона. И глава города, и вся власть в целом оперативно узнают, что нужно конкретно непосредственно человеку. Ну и преимущества, значит, такие вот в целом, для избирателя, например, преимущества для конкретного, какие я вижу, это позволит на округе, вот на таком большом, выбирать депутатов с разной специализацией. Вот я сам депутат от домандантики, коллеги тоже депутаты от домандантики, и все, наверное, прекрасно понимают, нельзя разбираться во всем, во всем всегда хорошо, все равно у каждого человека есть какая-то направленность. Вот многомандатный округ, там трехмандатный, как я прилагаю, позволяет выбирать в депутата от разных не только социальных групп людей, не только от разных политических групп, но и от разных групп по специализации. Ну, допустим, представляете, там на одном округе выбрали юриста, специалистов ЖКХ и соцработников, например, бывшего педагога. И каждый, вместе с тем, что он занимается общими проблемами, еще та проблема, с конкретной проблемой, которая приходит избиратель, он профессионально ее может решить, зная специфику этого вопроса. Значит, следующее преимущество для избирателя – это возможность голосовать не просто за конкретного человека, за конкретную личность, а возможность в том числе дополнительно еще и проголосовать за представителя какой-то политической партии, какого-то общественного движения, какой-то группы очень активных людей. Он может являться членом этой партии общественного движения, может ей симпатизировать, может принимать с ней участие. Когда у него округа мандата, у него такого выбора нет. Он видит, например, общественная организация занимается узким вопросом каким-то, персональный человек, более профессионально занимается общегородскими вопросами. У него возникает вопрос, вот хорошо бы их обоих, а как их обоих выберешь? Вот многомандатный округ позволяет это делать, и это как раз критическим партиям дает возможность хоть каким-то образом присутствовать в жизни города. Значит, третье, это страховка от ошибки при выборе. Вот по тем или иным причинам, например, депутат на одномандатном округе может сложить в себя полномочия, и мы это в городе Житске часто видим. Либо действенность депутата не устраивает избирателей, не хочет он сам работать или не способен. Вот когда на округе три депутата, то это позволяет человеку реализовать свои потребности через других депутатов. При условии, что депутат уходит, у нас, например, есть знаменитый 23-й округ, на котором за последние четыре года уже два депутата сменилось, а сегодня он находится, целый год будет совсем без депутатов. Вот мандатный округ позволяет жителям не замечать этих и проходить более легко вот эти моменты. И опять же, возвращаясь к конкуренции, здесь тоже плохо, это тоже преимущество непосредственно избирателя. Обратился к одному депутату, но по каким-то причинам не помог. Что ему делать? Процесс отзыва депутата. У нас в стране не работает, нет ни одного случая отзыва депутата. Что делать? Заставить депутата работать каким образом? На совесть надавить, нажаловаться кому-то. А кому он подчиняется, кроме своих избирателей? Нет возможности заставить эффективно работать того депутата, который не хочет работать. А здесь есть альтернатива. И для избирателей, я думаю, я считаю, очень существенное преимущество при объединении многомандатной округа, фонд поддержки территории увеличивается до полутора миллионов от сегодняшних 500. Это тоже серьезное преимущество для избирателей. Ну и в целом, сохраняется территориальная целостность практически, привычная для населения и власти других органов территории. Сохраняется принцип стабильности избирательных округов. Уменьшается просто территориальная зона с 24 до 12. Это такая упрощает работу в том числе органов власти, в первую очередь администрации, при формировании каких-то программ, когда в сегодняшней ситуации нужно опираться на мнение 24 депутатов-одномодальков, да еще 12 депутатов, выбранных с подписком. И вот все вот эти вот букет мнений нужно сложить в какую-то общую программу, чтобы никого не обидеть. В ситуации с многомандатными округами, когда их 12, таких мнений получается меньше. Их всего 12. Плюс мнение администрации, ну а мнение депутатского корпуса сформируется на мнение жителей, работающих на округах. Ну и немаловажное тоже преимущество, это сами выборы. Фальсификация на многомандатных округах гораздо ниже. И там, где они проходят, это подтверждает. Более того, если реализовывать у нас Дзержинский вариант с увеличением количества округов, то количество избирателей на таком округе уменьшится. А это повышает степень влияния административного ресурса и всех продажных технологий. Мы понимаем, что явка очень низкая. Если на округе для победы, например, в Дзержинске нужно от полутора до двух тысяч, сейчас от полутора до двух тысяч голосов, то при уменьшении количества избирателей, такое количество голосов для победы понадобится меньше. Поэтому тот административный ресурс и те технологии, которые тоже определенное количество голосов приводят, он увеличивается. Поэтому это тоже важно. Хочу сразу привести пример. Например, город Балашихи. В сентябре этого года прошли там выборы по пяти многомандатным округам. Значит, численность избирателей там 187 тысяч, у нас порядка 206 тысяч, то есть примерно одинаково. У них пять многомандатных округов. На один округ приходится там 37-38 тысяч избирателей и 25 депутатов. На каждом многомандатном округе избирается по пять депутатов. Поэтому такая практика существует. Ну и закончить я хотел бы тем, что таким образом, как сейчас принимается этот закон, и как этот закон не обсуждается ни в обществе, ни в политических кругах, меня навевает на следующие мысли. Получается, что надо бы спросить у избирателей, как они хотят избирать депутатов. А выходит так, что мы сегодня спрашиваем сами у себя, а как мы хотим избираться. Вот я считаю, что это вполне в корне неверно. Единственное, нужно спросить именно у избирателей, а как они хотят избирать своих представителей во власти. А для этого есть только один способ, одна возможность узнать это референдум. Спасибо. Спасибо, Олег Александрович.